В этот день в гости к юбиляру пришли самые близкие друзья и родные люди, которые никогда не забывают ее искренних глаз, добрых рук и душевной теплоты. Лидия Стефановна родилась в Баку и с юных лет впитала в себе тягу к прекрасному, к театральной жизни. Уже в школе она любила декламировать любимые стихи, разыгрывая маленькие сценки и всегда мечтала играть в настоящем театре. Но злое веяние Великой Отечественной войны перечеркнуло многие тысячи судеб людей. Именно в это время она встретила самого дорогого и любимого человека, Петра Васильевича Бельского, с которым прошла в горести и радости, рука об руку, 60 счастливых супружеских лет. Родила двух прекрасных дочерей, у которых самих уже подрастают дети и внуки, и которые никогда не забывают любимую и родную бабушку. После войны вышла замуж, встретила человека, очень заботливого, любящего фрутовика, инвалида Отечественной войны. Замуж родила двоих детей. Он мне никогда не препятствовал, когда он закончил образование. Его направили сюда, в Новошахтинск. Мы стали здесь жить и при первой возможности. Я еще тогда был в Шахтоленина дворец. Я выступала там. Муж, когда были концерты, дети сидели. А первым приду малышей, и он с ними присутствовал всегда на спектаклях. Мы с сестрой с детства учились в музыкальной школе. Она водила нас по театрам. Мы знали все либретто, опер, балетов, все. Она нам рассказывала, потому что она с детства, когда жила в Баку, дедушка ее водил по театрам. Очень развивал своих детей, ее и брата. И вот мы с детства, с самого, мы были, ну она нас старалась эстетически развивать. Папа это поддерживал всячески. И вот на протяжении всей жизни мы, все люди творческие, работая даже в детском доме, там и самодеятельность у нас была, какие-то концерты, какие-то выдумки. Вот. Ну это, видимо, шло все от родителей, от мамы. После работы ходила на репетиции. Муж никогда мне не ставил препятствий, он знал, что я люблю эту тему. Весь город почти его знал. Вот Петр Васильевский. Очень был порядочный семьянин, как друг, как муж, как человек сам. Был очень. Я считаю, я прожила семейно с счастливой женщиной, вечной памятью. Папа, он такой целеустремленный, такой деловитый, вот по хозяйству у нас все. Вот он привел это, что где покрасить, где прибить, где что сделать, это уже у него была вместо сына дочь. Вот особенно Нина более такая у нас ближе к искусству, я средняя и по хозяйству, и к искусству. Вот так получилось. Но родители дали, конечно, очень многое нам в жизни. Они привили нам доброту, любовь к жизни, оптимизм какой-то, вот любовь к творчеству, к искусству. Вот им большое спасибо. И примером своей жизни, вот семейной, они дали нам такой пример, что мы вот в своей жизни тоже стараемся так же жить дружно. Вы представляете, он работал на шахте. Мы были рады, если там пол картошечки плавало и пшеный суп был, мы бы, это мы уже считали, что мы сыпи. Еще когда сюда приехали, у людей все-таки были погреба, что-то такое, у нас ничего не было абсолютно. Дали нам комнатку одну. Ну, прожили. Несмотря на жизненные трудности и отсутствие элементарных удобств, тяга к искусству у Лидии Стефановны была непоколебимой. Она работала швеей, потом в лаборатории по проводке угля, но никогда не оставляла самое любимое занятие – участие в спектаклях народного театра. Любовь к прекрасному, заложенная еще в детские годы в Баку любящим отцом, позволили Лидии Стефановне воплотить на сцене самые разнообразные роли. Роли настоящие, в которых для актера важны были личность и объем. Разные краски, разные характеры, и ни об одной роли не скажешь, что она была случайной. Постепенно преобразовывался даже город, уже стал у нас самостоятельный театр. Я все продолжала участвовать. Там, ну, публиками я принимала хорошо. В основном драматические роли мне, в основном. Я Светлану Николаевну, когда просила что-нибудь комическое, наверное, другого уклада, вам надо так. Она мне давала драматически. Она все играла таких светских дам, вы знаете, вот в спектаклях она там, или у нее были юмористические какие-то. В общем, она человек такой был, что любая руля ей по плечу. Ну, вот так вот она, но она вообще-то, в ней вот эта интеллигентность такая внутренняя заложенная. Вот она более склонна была таких дам играть. Я помню даже, знаете, песу мы одну ставили первую, и я играла жену. Понятно, но я с таким чувством играла. Жена этого, кого я играла, его настоящая жена сидела в первом ряду, а у меня роль, как жены, я его и по-настоящему мне смущение обняла, а там и это, прочее. Улыбались все. Но я играла эту роль, конечно. Ревновала, да? Нет, она ревновать не ревновала, но я поиграла эту роль так, как нужно играть жене. К сожалению, в последнее время в силу здоровья, возраста, Лидия Стефановна не играет, но в свое время наши новошахтинские зрители ее помнят в спектаклях, что написано Пером Михалкова, Диоген Рацарой Константинова, Виктора Мерешко «Женский стол в охотничьем зале». Она удивительная актриса, создавала разные драматические роли, очень много выступала по площадкам на улицах, с концертами, с юмором. Я отошла, почему? Я хотела участвовать, продолжать, но уже, знаете, забываются роли, уже с памятью немножко начинают, но возраст есть возраст. Вот что. И потом связано у них было, я говорила, Светлана Николаевна, я смеялась, я говорила, возьми меня, баба Егой, без грима. Она говорит, нет, на эту роль вы не подходите. Я говорю, сейчас я подхожу уже. Она удивительная, красивая женщина, потому что, мне кажется, у нас в театре очень многие хотели бы быть на нее похожи, потому что даже сейчас, в 90-е лет, она к нам приходит в театр на шпильке, шляпка, костюм, и как бы подчеркивает, что женщина должна всегда оставаться женщиной. Вы знаете, человек, конечно, так создан, чтобы дать поколение, а дать поколение добрых для будущего людей. Я свою миссию считаю, выполнен, и Родина меня не осуществляет. Жизнь прожить, не поле перейти, говорят мудрые люди. Каждый божий день мы встречаемся с новыми людьми, решаем наши мелкие и глобальные проблемы, ищем себя, свой единственный путь. Но самое главное всегда оставаться человеком. И Лидии Стефановне удалось пронести через всю жизнь это истинное чувство. И во всех перипетиях жизненного пути оставаться человеком, человеком с большой буквы. Мамочку, конечно, мы очень любим, хотим, чтобы она жила долго, чтобы оставалась такой же оптимистичной, жизнелюбивой, доброй. И, в общем, она нам придает жизненные силы и радость жизни, пусть она живет долго-долго. Мне кажется, Лидия Стефановна не меняется. Лидия Стефановна дорогая, любимая наша. Мы очень хотим, чтобы вы с нами были как можно дольше, чтобы у вас было здоровье, здоровье, здоровье. Чтобы близкие, они сейчас с вами рядом, но чтобы они также были рядом, вы ими гордились, как и гордитесь. Редактор субтитров А.Семкин